Всем привет дорогие друзья, с вами Афай, и это обновление доты от 3 сентября, и также прогнозы на квалификации к 11 инту, за которую мы с вами можем получить боевые очки. Перед этим скажу, что вы можете подписаться на канал, чтобы быть в курсе всех актуальных новостей вокруг доты, всех прогнозов и тому подобное, ну и обязательно поставьте лайк, чтобы видос продвигался как можно дальше. Само обновление по себе небольшое, начнем мы с него, весило оно 102 мегабайта, и как видите затронуло оно у нас всей морталки с нового сундука. Ну а именно теперь все морталки с нового сундука, повторюсь, сочетаются с одной из недавних механик, когда мы можем просто натянуть эффект на героя, не одевая морталку, то есть могу поставить любой хвост, и при этом у меня будет эффект от морталки, и так соответственно все новые мортал предметы. Ну и теперь переходим к прогнозам, выглядят они у меня примерно вот так вот, сюда я воткнул в Северную Америку Квинс и Крю, тут в принципе все очевидно, вариантов особо нету, если мы посмотрим на команды, то увидим, что это все по сути не особо именитые и команды без особых достижений. В Западной Европе уже посложнее, у нас тут и Team Liquid играют, и Secret, и Nigma Galaxy, я если честно больше верю в Nigma Galaxy, поэтому поставлю ее. Вы можете как вариант поставить Team Secret, обычно они на Интах всегда участвовали. С Китаем у нас тоже все просто, из всех команд тут можно выделить, наверное, только Royal Never Give Up и Vich Gaming, но я все-таки думаю, что Royal Never Give Up справятся получше, поэтому ставлю их. В Южную Америку я решил просто ориентироваться по месту в том или ином дивизионе, и опять же, не знаю, возможно, тут неплохо бы зашли на Face Gaming, но хз, мне вот если честно больше нравится No Runes, и я думаю, возможно, они будут как раз-таки такой овечкой, которая просто приберется на Инт. Так что, либо No Runes, либо Infamous, я ставлю No Runes. С Восточной Европой все попроще, я думаю, тут 100% Outsiders, да, конечно, у Bad Boom есть шансы, но, не знаю, я склоняюсь больше к Virtus.pro, то есть Outsider. И в Юго-Восточной Азии тоже поинтереснее, у меня тут было два варианта, либо Tailan, либо T1, и не стоит забывать, что в T1 у нас играет Topson и Yana, поэтому попробую именно эту команду поставить. Если угадаем все прогнозики, то получим с вами три уровня, но посмотрим уже, что будет попозже. На этом все, всем удачи и всем пока!